Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, рады приветствовать. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, доброе утро вам. Игорь Александрович, по вашему мнению, можно было полякам сбить эту ракету без того, чтобы она представляла или ее осколки представляли бы угрозу для местного населения, например? Да, хороший и актуальный вопрос, на мой взгляд, в связи с тем, что это же не первые прецеденты уже были. И вопрос здесь не в техническом мере, мы, может быть, несколько слов скажем о том, каким образом и что это происходит с точки зрения работы расчета противовоздушного средства, а также истребительной авиации. Но так или иначе, я хотел бы начать с того, что вопрос здесь военно-политический. Кроме того, обратить внимание на то обстоятельство, что он лежит не только, не столько даже, может, к сожалению, или не знаю, в плоскости решений военно-политического руководства Польши, а скорее всего, это позиция НАТОвского альянса, которым руководит Соединенные Штаты Америки. Мы помним, когда Байден находился на 20-ке, и когда в результате действий, которые имели место раньше на территории Польши, погибли люди, и можно было действовать, и нужно было действовать. Но поскольку еще с тех времен, не то, что там решение по пятой статье устава НАТО не принималось, а поляки поднимали вопрос, я опять-таки напоминаю, чтобы обговорить, то есть собраться и, значит, это четвертая статья альянса, говорить эти вопросы информационные. Но американцы не дали ни тогда такой возможности. Ну и сейчас поднимался воздух, как известно, пара польская и пара, так сказать, НАТОвская для воздействия. То есть эту ракету крылатую, по ней могут работать с точки зрения системы противовоздушной обороны, как самолеты F-16, которые поднимались у них средства, оружие воздушное, которое на борту есть, смогло действовать, а также зенитно-ракетные комплексы, которые есть в Польше. То есть вот такая сначала военно-политическая характеристика ситуации, а теперь непосредственно военно-техническая. То есть когда происходят удары по Украине, поляки, конечно, и вообще восточные страны НАТО, и в целом система их противовоздушной, противоракетной обороны, она, значит, включает свои средства разведывательные, воздушные и сопровождает особенно те цели, которые действуют на границе. В целом все, насколько могут, взаимный обмен информацией осуществляется у нас, нашими средствами, с нашими союзниками. Но они, безусловно, и в первую очередь следят за воздушными целями, которые действуют вдоль их границы. Так вот, эта цель появляется не внезапно, и тогда там секунды, как десятки секунд в этом случае, или минуты, как действовали предыдущие над Польшей, имеются у расчетов. Они их наблюдают заранее, они их ведут, как бы, и видят, когда, если цель имеет определенную траекторию, это же физическое дело, и она набирает скорость и действует вот в сторону, скажем, границ, в данном случае Польши, то еще даже не доходя к границе, можно спрогнозировать, что этот летательный аппарат, средства воздушного нападения, зайдет за границу. Еще в советское время, и позднее в Украине мы проводили, но в советское время это было по, например, стратегическим разведчикам СР-71, мы сопровождали комплексами дальнего действия С-200, и у нас были расчеты, что когда они осуществляют разведку, идут прямо в лоб на границу Советского Союза, то если они подойдут до границы, однако будут идти с определенной скоростью, то можно будет, и давалось такое добро на советское время, обращая внимание, про ним производить пуски, потому что оно неизбежно упадет за границу уже в сторону Советского Союза. Физически и военно-технически ситуация не поменялась, поэтому средства противовоздушной обороны Польши наблюдают траекторию полета этих целей и прогнозируют, что она может залететь на какое-то время. То есть, если бы было военно-политическое решение, что в который раз россияне это нарушают, а они понимают только силу, их надо, как это делали турки, например, сбить самолет, и все становится сразу на свои места. Мы помним этот эпизод. Поэтому средства есть, можно было уничтожить как самолетами и натовскими пара была в воздухе, и польскими истребители были у воздуха, так и зенитными средствами. Причем это заранее цель двигалась и прогнозировалось, что она залетит. Даже можно было ее пуски производить до того, как она подошла к польской границе. А уж не говоря о том, что секунды говорят, а что же там секунды. Противовоздушные бои, воздушные бои во многом определяются секундами и десятками секунд. Это вот такие параметры ведения боя. Поэтому здесь однозначно, я думаю, количество перерастет в качество. Поляки в целом серьезно настроены, но по-прежнему не дает американцы с точки зрения, чтобы как бы чего ни вышло и не произошло дальнейшей эскалации. Поэтому оценка вот этих действий на текущий момент, на мой взгляд, такая, как специалистов по противовоздушно-противоракетной обороне. И я еще раз говорю, что ее надо с военно-технически переводить в плоскость военно-политическую по защите своего государства поляками границ Польши. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, учитывая вот такую, давайте назовем ее пока неуверенную позицию Североатлантического альянса, о котором мы говорили выше, не столкнется ли Украина с очень неприятной и опасной тенденцией, когда российские ракеты смогут залетать в западные области нашей страны, например, Львовскую, с территории Польши, их там никто не будет сбивать. Не станет ли это тенденциозным моментом? Не дай бог, конечно. Смотрите, ну, если поляки наблюдают эти средства воздушного нападения, российские, которые тут летают, могут залетать на территорию Польши, а потом разворачиваются, а крылатые ракеты могут прокладывать так маршруты. И мы говорили уже, в том числе в вашем эфире, о так называемых звездных ударах, когда с разных сторон заводятся в разное время средства воздушного нападения, а на объектах, вот примеры были по Киеву, первый удар из последних, значит, входят одновременно. Поэтому, да, это наиболее сложный вариант, но предусматриваются и специалисты, особенно наши, наши специалисты противовоздушной обороны и противоракетные, до текущий момент лучшие в мире. Еще раз подчеркиваю, такого опыта, как у наших, тут вопрос только в средствах. Если больше предоставлялось средств, особенно противоракетные, но не только обороны, эффективность мы уже видим, вот, как это делается, и показали бы дальше. Так вот, конкретно по вашему вопросу, когда цели идут на территории Украины, они сопровождаются и отслеживаются, идет обмен информацией. То есть у нас есть, мы своим союзникам передаем, значит, эту информацию по воздушным целям. И поэтому, когда они, если тут не было возможности сбивать еще на нашей территории, к полякам, говорим, вот, есть и заходят, принимайте решения. Если они возвращаются, то уже отслеживают. Вопрос в том, что чем уничтожать там возвратившуюся с территории Польши или летящую над территорией Украины, эти сбивать, эти средства воздушного нападения. То есть наши пока средства, это в основном зенитно-ракетные или старые истребители советские с ограниченными возможностями. И тут возникает снова вопрос, что американцы, примите решение, передайте Украине европейские истребители, дайте возможность той же Швеции после вступления, как обещали все, в первую очередь, правительства Швеции, ну и союзники остальные, значит, передавать, в том числе и Гриппины, которые более приспособлены к действиям в наших условиях, там, разбитых аэродромов отчасти и так далее, где они не такие требовательные, как в 16-х. Да, на этом фоне интересной является информация, которую сообщила Минобороны Британии, о том, что Британия передаст Украине новый пакет военной помощи в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Среди прочего, туда войдут дроны, а также системы противовоздушной, противоракетной обороны, те самые системы, которые столь необходимы Украине. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, а есть какая-то критически необходимая масса вот тех самых систем ПВО для Украины? Или тут нету предела вообще? Чем больше, тем лучше. Да, очень мудрая, на мой взгляд, ваша мысль, прямо как-то настоящего ПВОшника, что, значит, сколько посчитать, сколько у нас населенных пунктов, сколько городов. И вообще, хотел бы напомнить, что по территории, международная признанная в границах 91-го года, Украина самое большое государство по территории в Европе. К сожалению, оккупированные земли и так далее. Поэтому, чтобы прикрывать, это просто посчитать, сколько, значит, не только крупных городов, а еще селений, значит, которые надо прикрывать. Отсюда мои предложения, связанные с тем, что руководство территориальных громад должно связываться с частями противовоздушной обороны, с мобильными группами и участвовать в усилении по возможности потенциала действий этих мобильных групп и действий подразделений и частей противовоздушных, обороны, которые дислоцируются на территории этих территориальных громад. Кроме того, есть определенные потенциалы, как мы помним и говорили в вашем эфире, по программе «Франкен сам», то есть элементы советских зенитно-ракетных комплексов дополняются старыми хотя бы, но ракетами американскими соответствующими, получаем новый продукт, который можем масштабировать, а нам как раз и не хватает этих средств. Ну, несмотря даже на те паузы в передаче нам или продаже нам, они же теперь больше ставят, там Трамп бизнесмен, и он такое влияние имеет, что, значит, продавать. Ленд-лист год был, не сработал, теперь, значит, стоят или вернутся снова к нему, или дать нам кредиты для покупки этих вооружений. Ну, так или иначе, не пять месяцев решать эти вопросы. Поэтому здесь вот такие перспективы и предложения, как с этим бороться. Игорь Александрович, мы, как всегда, благодарим за этот экспертный анализ вас и очень будем рады снова в скором времени с вами пообщаться о важнейших темах. Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко присоединялся к прямому эфиру телеканала «Фридом». Большое спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.